Многие думают, что типичный день блогера это такая халява. То есть встал с утра или вечером, наговорил какой-нибудь фигни, которая в голову взбрела на камеру, и всё, гуляй весь день свободно. Ну, либо там вечерком сел за ноутбук, написал текстик, если пишешь тексты. Там тоже не особо напрягаясь, первая тема, которую увидел, там обзор на фильм, скажем, доярка из Хацапетовки. Своё мнение там высказал, и всё, и тебя читают. Но на самом деле это всё такая иллюзия. Ну, то есть никому особо ваше мнение просто так даром не нужно. Ну, а чтобы вас читали или смотрели, это уж у кого как, нужно много работать. Я уже этим занимаюсь примерно год, расскажу, как у меня происходит, ну, плюс расскажу, каких ошибок можно избежать. Собственно, это видео примерно о том, чего не нужно делать, когда начинаешь вести такой образ жизни, типичный образ жизни блогера. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравиться, и мы начинаем. В общем, начнем с того, как я уже сказал, что это не халява. Ну, то есть здесь нет такого, что ты такой быстренько что-то написал, и всё. По своему опыту скажу, я снимаю где-то два видео в неделю, для этого нужно придумать идею. Опять же, идею придумал это не просто так, то есть снимать всё равно надо несколько часов, потом это несколько часов монтировать, и как бы занимает довольно продолжительное время. Помимо этого, ну, многие об этом знают, я говорил уже, что я пишу по несколько статей каждый день. То есть с утра сажусь, либо вечером сажусь, придумываю идею. Так вот, выдумывание идей тратится на это очень-очень много времени. Нельзя просто так написать любую фигню. Нужно обдумывать, смотреть. Самый простой способ, это вот придумал что-то и думаешь, а вот если бы я встретил эту статью где-то в ленте, меня бы она заинтересовала, стал бы ли я это читать? Если не стал, то думаешь дальше, придумываешь другую идею. Ещё один, кстати, лайфхак мне в голову пришёл. Ну, то есть, когда пишешь статью, хорошо бы, чтобы её тема самого тебя интересовала. Ну, так вот, когда пишешь, хорошо бы задать тебе вопрос, а мог бы ли я эту тему обсудить со своими друзьями? Было бы мне интересно об этом с ними разговаривать. Если нет, то, соответственно, и тема тебе не очень интересна, и, возможно, не стоит на неё писать. У меня, когда я уволился с работы и стал предоставлен сам себе, возникло целых две проблемы. Первое, это то, что мне часто приходилось заставлять себя что-то делать. И второе, я помню, что мне надо ходить было на работу, очень не хотелось ходить на работу, и я решил, что нужно копить деньги, чтобы в случае чего, если на Дзене все каналы закроются, то у меня будет такая вот подушка безопасности. Иначе очень сильно экономить. То есть, я особо никуда не ходил, особо никуда не путешествовал, не ездил, по кафешкам не шлялся. И сейчас я понимаю, что такой подход ошибочен. Не делайте так. Почему? Сейчас объясню. Из-за вот этих вот всех дурацких тренингов по саморазвитию, вот этих всех мотиваторов, люди стали уверены, что нужно вот из себя там выдавливать, нужно себя заставлять что-то делать, нужно там, если ты не хочешь, то для успеха всё равно нужно себя пересилить, перешагнуть, как-то замотивировать и сделать это. Так вот, фигня полная. Если ты не хочешь что-то делать, если у тебя это не идёт, если прям вот сегодня никак не охота, то не делай этого. Реально, ничего путёвого из этого не получится. Ты сядешь выдумывать тему, и у тебя, ну, допустим, тот же Яндекс.Дзен, сядешь выдумывать, о чём писать, и у тебя это, ну, будет очень плохо получаться. Мозг будет, так сказать, замыленный, идеи не будут рождаться, а написать абы-кабы что, ну, как бы лучше вообще, наверное, ничего не писать. Чтобы такого не было, конечно, лучше грамотно планировать своё время, если прям не идёт, может быть, чуть-чуть вздремнуть, отдохнуть, может быть, сходить погулять, и только после этого садиться за работу. Кстати, прогулки в этом плане очень полезны. Когда гуляешь, кровообращение, всё такое, кровь поступает к мозгу, начинаешь лучше думать, я просто иногда гуляю и думаю о чём-то вообще левом, и тут в голове появляется мысль, о, а вот об этом же можно написать статью. Причём, как я уже сказал, я не обдумываю о том, что вот о чём бы мне написать, само в голову приходит. Но тут стоит отметить, что у каждого правила есть исключение. В общем-то, это даже не исключение, просто вот пример из практики, ну и из типичной жизни блогера. Мы как-то договорились с моим товарищем встать с утра и пойти за грибами. Вставать нужно было очень-очень рано, там в 6 часов. Встали, там ещё идти, больше, наверное, 10 километров, в гору подниматься. В общем, мы их прошли, я за этот день очень сильно измотался, грибов насобирали, всё нормально с этим было, вернулись домой, но статьи я за этот день вообще ни одной не написал. И как бы нужно было. И под вечер я был очень сонный, мне буквально вот вообще ничего не хотелось делать, но я тогда взял, заставил себя и написал статью. И она была очень успешная. Можно сказать, что типа исключение. Вроде бы я тут, как бы говорю, не заставлять себя, не пересиливать себя. И вроде бы тут же говорю, что, блин, у меня была успешная статья, когда я себя заставил. Вроде бы есть противоречия, но не совсем так. Дело в том, что когда я писал ту статью, то у меня была уже готова идея. Когда мы ходили на гору туда, когда мы собирали грибы, я уже думал, что о чем об этом можно написать. То есть я в процессе это все обдумывал, это все у меня переваривалось, так сказать. Концепция сложилась за это время. И когда я пришел в сонном состоянии, уже такой ватенький, так сказать, начал писать эту статью, то в принципе я просто изложил все, что у меня уже накопилось в голове. Скажем так, работа началась с утра. Статья, кстати, действительно была успешная. Можете посмотреть на моем канале, там про грибы. С одной стороны, многие думают, ну что можно написать про грибы, 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 все ходят за грибами. Тем не менее, вот она. В общем-то, первый пункт, к которому я пришел, это то, что над собой издеваться не нужно. Если что-то прям очень сильно не хочется делать, то лучше это не делать, а отложить на потом. Когда со свежими силами, со свежим взглядом, это можно сделать гораздо лучше. И это принесет гораздо больший результат. Второй момент по поводу того, что я очень сильно экономил. Тут как бы было обусловлено тем, что мне было, скажем так, страшно. Страшно, что я опять останусь без денег. Ну, то есть, с работы вроде уволился, денег нет и нужна подушка безопасности. А еще тогда так сложилось, что после увольнения с работы Яндекс.Ден приносить стало довольно мало, пока я на самозанятость не перешел. Так вот, вот это все обусловлено было страхом. И я начал копить, очень сильно экономить, никуда не ходил, в кафешках почти не сидел. Ну, сидел, гулял, но старался все побюджетнее, все поэкономнее брать. Ну, и, наверное, еще столкнулся с тем, что постоянно вот это вот модно было. Типа, зачем ты берешь чашку кофе, там она стоит 150 рублей. Вместо чашки кофе ты можешь взять эти деньги и инвестировать куда-то. Это я недавно еще с мемом таким столкнулся, что, типа, надоели эти призывы не тратить деньги на чашку кофе, потратить лучше их на инвестирование. Когда я покупаю чашку кофе, я инвестирую в свою любовь к жизни. Вот так же и тут. Нет никакого смысла отказывать себе в банальных жизненных удовольствиях, скажем так. У меня там доходило до того, что я просто выходил из дома, просто погулял там где-то, съездил в центр, просто там погулял, потом вечером зашел, продукты по акции купил, приготовил и все. И как бы день прошел. На следующий день то же самое, опять то же самое. Потом я уже не выдержал, стал там себе выделять 150 рублей на кофе. Каждый день заходил, покупал в кафе кофе, сидел его, пил, книжку какую-то читал. Ну, тоже так себе удовольствие. Тут ведь в чем прикол? Если ты себя не радуешь ничем, если ты себе ничего такого хорошего не покупаешь, на концерты не ходишь, на выступления не ходишь, с интересными людьми не общаешься, на тренировки не ходишь, там на всем экономишь, то в итоге мозг думает, да нафига я буду работать. Ну, то есть удовольствие-то это никакого не приносит. Ты что-то делаешь, 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 а вознаграждение за это никакого не получаешь. Это я к тому, что никакого смысла запереться дома и не тратить деньги и на всем экономить нету. Мозг просто откажется работать. Вернее, мозг не откажется работать, он будет очень плохо работать. И настроение будет не очень хорошее. Если не получаешь от жизни удовольствие, то и деньги зарабатывать не очень будет хотеться. Ну, а серьезно, на что их тратить, если ты их вообще не тратишь? На курицу из морозилки по скидке? Так себе удовольствие. Я, конечно, не призываю всех транжирить направо и налево, но из одной крайности в другую тоже впадать не следует. Я когда это для себя осознал, то теперь, если я хочу сходить на концерт, если я хочу купить какую-нибудь еду, если я что-то себе хочу, если даже какую-то одежду себе хочу красивую купить, то не особо беспокоюсь, беру и покупаю, беру и иду на концерт, беру и делаю, и трачу, и еду куда хочу. Просто может такое случиться, что деньги откладываешь, 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 а потом бах, и они тебе не пригодились. А удовольствие от жизни, наверное, стоит получать сейчас. Иначе зачем вообще, какой смысл был увольняться с работы? Иначе какой смысл был во всем вот в этом? Я для себя сейчас даже составил такой вот список мероприятий, которые хочу посетить. Если что-то новое появляется, тоже туда иду. Если вообще ничего нет, я все равно встаю с утра, еду в кафешку, покупаю себе вкусный кофе. Мне, кстати, нравятся вот такие вот места. В Питере с этим небольшие проблемы. То есть в Питере очень много маленьких кафе, а мне почему-то нравится, чтобы было большое кафе, где была большая проходимость людей. Поэтому я, кстати, и Невский тоже очень люблю, Невский проспект, и не очень хочу жить в спальнике. Так вот, мне нравится, чтобы прям много-много людей, особенно там молодежь, если... Я, кстати, тоже же молодежь. Сейчас новый закон, до 35 считаются молодыми людьми. Ну так вот, мне нравятся людные места с большой проходимостью, такие вот кафешки. Я сижу там, пью кофе, и мне хорошо. Я прям отдыхаю психологически. Мне комфортно, я могу даже статейки там писать, могу ничего не писать, могу книжки читать, могу в телефоне копаться. Иногда даже копаюсь в телефонных темы, какие-то придумаю для новых статей на Яндекс.Дзене. В общем, такое вот жизненное правило получается. Делай то, что тебе нравится, и не делай то, что тебе не нравится. Когда так поступаешь, то в принципе появляются жизненные силы, а без жизненных сил вообще никуда. И когда они появляются, то появляются идеи для того, чтобы снимать новые видео, и появляются новые идеи для того, чтобы писать новые статьи на Яндекс.Дзен. Такой вот, скажем, бензин в автомобиль. То есть без бензина никуда не поедешь, но обычно под бензином, когда сравнивают человека и автомобиль, то под бензином подразумевают продукты питания. То есть если ты не поешь, то у тебя энергии не будет. Но тут немножко другое, то есть психологический такой аспект. Может быть я своим рассказом кого-то и расстроил. Кто-то может ожидал, что тут будут тачки. Ну то есть каждый день просыпаешься на дорогой тачке, куда-то едешь, тратишь деньги налево и направо. Я как бы не призываю экономить, но и тратить налево и направо тоже не призываю. Тем более все эти дорогие тачки, весь этот пафос. Вот весь этот пафос, наверное, только у каких-нибудь каперов, которые там рекламируют всякую фигню, которые разводят людей на деньги. Я на деньги никого не развожу. Но, кстати, тут недавно смотрел Разблачение, что говорили, что и те каперы, которые пытаются аудиторию втянуть вот в эти все мошеннические схемы, у них тоже как бы все не очень гладко. Они там подписывают договор, и поэтому договоры они еще и должны остаются. То есть им дают в аренду все эти дорогие машины, чтобы там завлекать людей. Им дают в аренду вот эти вот все дорогие часы, и там все это. Они как бы показывают это все на публику, люди ведутся, а потом они должны за это все расплачиваться. То есть у них очень много вычитается из их, скажем так, зарплаты. Ни в коем случае их не оправдываю. Я считаю, что то, чем они занимаются, это аморально и отвратительно. Так что задается мне, что красивая жизнь вот этих вот блогеров, которые говорят о красивой жизни, она тоже, скорее всего, фейк и не настоящая. Даже люди, у которых там сотни тысяч подписчиков, которые там не занимаются всякой чепухой, они тоже очень много работают, очень много времени тоже проводят за тем, чтобы снимать, монтировать, выдумывать новые сценарии. И то есть по сути вот обычный день блогера это не развлечение. Многие хотят там стать блогерами, многие хотят там известности, славы и денег. Но по факту это такая же вот работа, как и обычная. Очень много времени уходит на эту работу и многие могут возразить и сказать, да вот вы там все на завод идите фигней, занимаетесь на заводе, никогда не работали. Я работал на заводе. Мне на самом деле есть с чем сравнить. Я работал на заводе и могу сказать, что и там труд, и здесь труд. Просто там, наверное, больше устаешь физически, а здесь больше так психологически устаешь и больше работаешь мозгами, чем руками. Но и тот, и этот труд, в принципе, заслуживают уважения. Нельзя говорить, что вот вы там фигней занимаетесь, а вы там прям трудитесь на благо там всего там наилучшего. Но несмотря на все минусы, несмотря на то, что работать даже иногда приходится больше, чем на работе по найму, вот сейчас вот буквально 12 часов почти, я все равно еще записываю видос, потом мне его еще надо будет монтировать, чтобы завтра выложить. Плюс мне еще несколько статей сегодня надо будет написать. В общем, закончу я поздней ночью. Еще и на день завтра останется. Несмотря на это все, как бы мне так комфортнее. Чисто комфортнее, потому что нет какого-то начальника, который меня там на совещание вызывает, который может меня отчитывать, перед которым мне надо будет там какие-то отчеты сдавать, планы готовить. В общем, меня это очень сильно напрягает психологически, вот такая вот работа. Я имею в виду с начальником, когда кто-то над головой стоит. Поэтому я вот выбрал для себя такое. Если кого-то не напрягает, то пожалуйста, ради бога. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok